Девушки отдыхают В Центре культуры и отдыха прошло торжество по случаю чествования трудовых коллективов и лучших по профессии, отличившихся в 2020-м. Год был непростым и для экономики, и для общества. И тем не менее слонимчане выдержали экзамены в экономике и в социальной сфере. Об этом сказал в своем выступлении председатель райисполкома Геннадий Хомич. Минувший год был трудный и непростой как для всего человечества, так и для всего белорусского народа. Это год борьбы с коронавирусной инфекцией. И это год, когда нашей спокойной жизни, стабильности, нашему суверенитету брошен серьезный вызов. На сегодняшний день в районе сохраняется стабильная общественно-политическая ситуация, налажена система взаимодействия между органами власти, руководителями и трудовыми коллективами, организацией и учреждений. Продуманные, извешенные решения, принимаемые в течение всего периода, как в экономической, так и в бюджетной политике, позволили без задержек выплачивать заработную плату, поддерживать социальную сферу района, выполнять социальные обязательства перед населением. Работа органов власти в 2020 году была направлена на принятие необходимых мер по увеличению собираемости доходов, на эффективное использование бюджетных средств, оптимизацию структуры расходов. В результате, по сравнению с 2019 годом, было достигнуто увеличение доходной части консолидированного бюджета на 7,3 миллиона рублей, в том числе собственные доходы составили более 52%. В социально-экономическом развитии нашего района огромная роль принадлежит промышленным предприятиям, которые осуществляют экспортно-импортные операции 42 странами. При этом продукция экспортируется в 28 стран мира. По итогам года 10 предприятиями достигнут рост объемов промышленного производства. Высоких показателей по темпу роста объемов промышленной продукции к уровню предыдущего года достигли трудовые коллективы Слонимского мясокомбината, директор Схиба Сергей Леонович, Слонимской цифографии, директор Чечения Владимир Владимирович. Модернизация производственной сферы, развитие инновационных технологий является основой источного развития экономики. Слонимским водоканалом завершено строительство биогазового комплекса, что позволило уменьшить затраты на электроэнергию на предприятии на 37% на закупку. Осуществлена поэтапная модернизация производства БЗ «Альбертин» на Слонимском мясокомбинате, на Слоним мебели. В результате инвестиции в основной капитал по району за истекший год составили около 97,5 млн. руб. или более 102% сопоставимых цен. За 2020 год в районе открыто 23 объекта розничной торговли, в том числе 6 магазинов крупных сетевых ретейреров. Результативно работает торговое предприятие ООО «Светанок», директор Синяки Елена Михайловна. Обеспечен значительный рост таких показателей, как темп роста розничного товарооборота и рост выручки от реализации. На данном предприятии поэтапно осуществляется реконструкция торговых объектов, на контроле улучшения торгового обслуживания населения. В районе действуют 315 организаций малого бизнеса. Из них производственные сферы 60 и 1415 индивидуальных предпринимателей. Следует отметить, что поступление в бюджет от их деятельности составляет 18,6% всей суммы поступивших налогов в консолидированный бюджет. В то время как на функционирование объектов в социальной сфере направлено более 71% бюджета района. Вместе с тем, с положительной стороны хочется отметить общество с ограниченной ответственностью Дексан, учредитель Гусинок Алексей Викторович, который с каждым годом увеличивает показатели по цене роста объемов налоговых поступлений в бюджет. Для аграрного сектора района минувший год стал результативным по многим показателям. И этот факт не может не радовать. Увеличены все показатели по производству продукции животноводства и почти все по растеневодству. В минувшем году на 16,8% выросло производство молока, на 18,3% выросло производство крупного рогатого скота, на 17% производство зерновых. Валовое производство маслосемян рапса составило 6,9 тысяч тонн при средней урожайности 25,3, что является тоже лучшим показателем района за последнее десятилетие. Второй год подряд Челкосорганизации обеспечивает производство травяных кормов более 25 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Благодаря слаженной работе животноводческой отрасли впервые за последние годы Слоневский район удостоен третьего места в областных соревнованиях для достижения высоких показателей и развития животноводства в 2020 году. Среди животноводческих комплексов и хермопроизводства говядины комплекс «Восток» в областном соревновании признан победителем. Среди 118 районов республики Слоневский район со 104-й позиции в 2017 году поднялся на 65-ю позицию по среднему удовию молока на одну корову. Сегодня с этой трибуны особо хочется отметить трудовой коллектив монетарного сельскохозяйственного предприятия «Победитель» руководитель Саревич Руслан Анатольевич. Данная организация по результатам прошедшего года обеспечила прирост всех показателей, по которым оценивалась эффективность работы сельскохозяйственных предприятий. При этом достигнута наибольшая рентабельность по конечному финансовому результату и чистая прибыль на один баллогектар сельскохозяйственных угодий среди всех организаций промышленного комплекса района. Также хочется отметить трудовой коллектив ВОО «Всеньковщина» руководитель Давыдчик Максим Петрович, который обеспечил 33% производства горязины всего района и на 5% перевыполнил долгого контрактации поставки скота на наш мясокомбинат. Значительных успехов в молочном производстве достиг коллектив сельскохозяйственного унитаза на предприятии «Агропавлова» руководитель Рыжко Игорь Александрович. По-прежнему одним из приоритетных направлений социальной политики остается жилищное строительство. До 2020 года введено в эксплуатацию 40 индивидуальных жилых домов, 134-квартирный жилой дом и 171-квартирный электрический дом по проспекту независимости. 146 многодетных семей влучшили свои жилищные условия. Выполнен капитальный ремонт 9 жилых домов и 46 подъездов. Проведены работы по ремонту участков трех улиц, трех перелоков, трех дорог местного значения. Установлено 6 новых остановочных павильонов. Построена новая дорога в микрорайоне Юго-Запад, которая соединила проспект независимости и улицу Брестская через новый микрорайон застройки. Улица оборудована велодорожками, обустроена безбарьерная среда. Одной из актуальных задач, стоящих перед обслуживающими организациями района, является обеспечение жителей района как водой питьевого качества, ведь чистая вода – это залог нашего здоровья. В рамках реализации данного направления открытым акционерным обществом «Слонимский водоканал» директор Эмилин Владимирович Витянову эксплуатацию, три станции обезжелезования в городке Костяни, в городке Драпово и в деревне Кокошице. Ведется строительство водопровода в деревне Петрадьевичи по улицам Мирнская и Заречная в городе Слонима. Минувший год был юбилейным для нашей жемчужины православия. В ходе подготовки к 550-летию обретения иконы Жировичской Божьей Матери и 500-летию основания Жировичского монастыря, агрогородок Жировичи, пробрел современный обновленный вид. Завершены работы по реконструкции и реставрации братского корпуса колокольни с флегелями. Построена центральная площадь со смотровой площадкой. Выполнены работы по текущему ремонту учреждений образования, культуры, объектов торговли и другие. В ход малой родины на контроле были вопросы наведения порядка на земле. Сельских населенных пунктов снесено 60 пустующих домов. На территориях города и городков высошено более 2000 деревьев и более 700 кустарников. Огромная работа проведена в обостройстве населенных пунктов сельскими советами. На 6-м Всебелорусском народном собрании главой государства было подчеркнуто, что социальное государство – это наш неизменный национальный бренд. Как было сказано, выше более 70% бюджета направлено на функционирование в социальной сфере. Средняя заработная плата по району повысила 957 тысяч рублей. Конечно, это немного. Но ведь не надо забывать, что в дополнение к денежным доходам наши граждане имеют социальный пакет, льготы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, школьному питанию, бесплатному образованию и медицине. Достойный вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения вносят учреждения культуры в районе 27 творческих коллективов со званием «Народный» и «Образцовый», которые в устёкшем году подсвердили свои звания. Шестеро учащихся детей в школу искусств в 2020 году получили поощрение специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи. Пополнились материально-техническая база детских школ искусств и музыкальными инструментами. Прошедший год показал всесильные и слабые стороны медицины. Мы увидели, из какой самоотдачи подошли наши медики в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня ещё раз хочу сказать слова огромной благодарности врачам и всем медицинским работникам, которые борются с пандемией. Демографическая ситуация в районе нестабильна. Вход к коронавирусной инфекции дал о себе знать. Государство всецело поддерживает данную сферу. В период подъёма коронавирусной инфекции в Средств района Субботника установлено 28 точек кислорода. Разобретено 70 расходомеров кислорода. Оборудовано 16 тамбров шлюзов. Осуществлён монтаж систем подачи медицинских газов. Мы понимаем, что одно из важнейших направлений работы – это дальнейшая модернизация учреждений здравоохранения. В 2020 году закуплено и получено медицинское оборудование на общую сумму 506 тысяч рублей. Приобретён автомобиль для отделения скорой медицинской помощи. Закончен ремонт терапевтического корпуса центральной районной больницы. Проведён текущий ремонт фасада лестничных маршей и коридоров городской поликлиники. Заменены оконные блоки в томатологическом отделении. На 100% завершена информатизация рабочих мест в поликлиниках. Уважаемые присутствующие! Как видите, заистёкший год сделано немало. Сегодня на этой сцене по результатам районных соревнований за достижение высоких показателей в труде и социально-культурном развитии в 2020 году будут отмечены ряд трудовых коллективов нашего района. 28 слонимчан из всех сфер экономики будут награждены дипломами, денежными премиями и будут занесены на нашу районную доску почёта. В завершении своего выступления хочу выразить всем вам свою признательность за достигнутые результаты в прошедшем году. Однако, нельзя не сказать, что мы переживаем очень серьёзный и переломный период в жизни как страны, так и всего народа. Никто не скрывает, что есть проблемы и недостатки по ряду направлений. Изменения нужны, и как было сказано в Всебелорусском народном собрании, они будут эволюционные, направленные на усиление конституционных полномочий законодательной и исполнительной ветвей власти. На 6-м Всебелорусском народном собрании одобрены основные положения программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Главная цель – обеспечение стабильности в обществе и рост экономики, наращивание социального капитала, создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Руководитель района начал процедуру награждений красными знамёнами и вымпелами. За досягнение высоких показчиков в праце и социально-культурном развитии в 2020-м годе и узнагородить грошовой премией у померы 50 базовых величин кожному и проработными стягами Слоневского районного ваконавшего комитета и президуума Слоневского районного совета депутатов. Сервот працовный коллективу под проемством промысловости, працовный коллективу открытого акционерного товариства «Слоневский мясокомбинат». Калиласка, застаньтеся на сцене. Працовный коллектив Гродинского областного унитарного полиграфического предприемства «Слоневская другарня». Працовный коллективу сельско-господарщик предприемства и лесокосподарщик установок. Працовный коллектив Слоневского районного унитарного сельско-господарщика предприемства «Пироможец». Працовный коллективу под проемством промысловости, Проционный коллектив открытого акционерного товариства «Слонинский водоканал». Проционный коллектив обступного сектора экономики. Проционный коллектив Слодинского вольтёвого открытого официального товариства «Святанок». Зараз совместная фото на память и аплодисменты у всех воздалов. АПЛОДИСМЕНТЫ И узнагородить грошовой премией у померы 20 базовых величин кожному и переходными вымпилами Слонимского районного выконавчика комитета и президиума Слонимского районного совета депутатов, сирот установ социальной сферы. Аховы здоровья. Партизановский фельдшерский клуб установы Аховы здоровья. Слонимская центральная районная больница. АПЛОДИСМЕНТЫ Адвукации. Державную установу Адукации Сярынняя школа номер 3 города Слонима. АПЛОДИСМЕНТЫ Культуры. Державную установу Адукации Жаровинская детячая школа Мастацкого. АПЛОДИСМЕНТЫ Сирот бутворчик участковых сельскохозяйств предприемства, Просуны коллектив бутворчей бригады, уравсиноводстве, номер 1, Коммунального участка господарчего унитарного предприемства, имя Суворова. Сирот молочно-товарных фермов, Просуны коллектив молочно-товарной фермы Павлова, Сельскохозяйстваренного унитарного предприемства «Агропавлова». Сирот, гермо, полный зол, по бытворческий Яловичный. Процессовый коллектив комплекса «Успод» открытого акционерного товарыства «Сять Ощена». Сирот будет уничтожить бригаду филеяла «Дорожная» будет уничтожить управление номер 65. Открытого акционерного товарыства «Дорожная» будет уничтожить рест номер 6. Сервоз предприемства УАНГЛИО и громадского расхаршивания. Братцовный коллектив магазина «Огродный путь» Агрогородская «Теревная» Слоневского филиала Вродинского областного спортивенского товариства. Сервозный творчик подразделения у Слоневского городского унитазного предприемства Жилево-Коммунальной господарки и открытого акционерного товариства «Слоневский водоканал». Братцовный коллектив предприемства «Отепляльных котельнях» и тепловых сеток Слоневского городского унитазного предприемства Жилево-Коммунальной господарки. Писерок предприемства у налога бизнесу товариства с обижеванной отказностью «Экстер». Лучших по профессии под аплодисменты зала честного зампредседателя райисполкома Юрий Чечет. «Отепляльных котельнях» «Отепляльных котельнях» «Отепля HASАГРАЗЗЖЕСТВЕНТЫ» «Отепляльных котельнях» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Беларусь ты моя, Беларусь, Беларусь, Беларусь Субтитры сделал DimaTorzok